здравствуйте дорогие наши зрители слушатели мы очень давно с вами не виделись чуть больше двух месяцев в эфире вот уже в сорок первый раз ваш любимый подкаст левые мысли в котором израиль разбирают часто с довольно критических позиций вот но зато мы считаем что все что мы говорим правда факты это довольно легко подтвердить и мы всегда стараемся это сделать всякими ссылками в комментах в общем хватит хвалить я напомню кто у нас в нашей виртуальной студии прежде всего аня катс моя прекрасная коллега подруга журналистка публицистка и общественная активистка комсомолка спортсменка и вообще красавица я сам меня зовут аркадий мазин я журналист публицист я много лет естественно прошел в израиле сейчас я живу в сиэтле я специализируюсь на израильской политики и палестинно-израильском конфликте арабо-израильском конфликте в целом и мы сейчас с вами снова поговорим о происходящем в израиле вокруг и вокруг него аня я очень рад тебя видеть снова почему мы так давно выходили тяжело можешь объяснить людям ты у нас умная хорошо попробую очень тяжелые события с одной стороны а с другой стороны информации с одной стороны много очень да с другой стороны непонятно чему верить да потому что и она часто идет обрывками слухами и не стыкуется друг друг об этом очень трудно мы привыкли давать какую-то более-менее цельную картину привыкли составить какое-то представление и о нем говорить мы не комментаторы которые выходят скажем каждый день да им есть что сказать мы стараемся дать какую-то картина вот сейчас мы решили что она немножко наметилась у нас ты очень правильно описал и вот и мои чувства тоже потому что все эти полгода у меня какое-то ощущение что я не понимаю ситуацию я не понимаю ее развитие когда у нас было действительно когда у нас появлялись какие-то наметки мы могли что-то сказать как бы за пределами вот ежедневных событий потому что есть полно людей которые вам про них расскажут да мы выходили и мы пытались это до вас донести и у нас одной стороны как-то вот возникло довольно синхронное ощущение что мы все-таки больше не можем молчать что очень много накопилось из другой появились какие-то кусочки информации которые позволили нам ну хотя бы вот факты всплести пусть в разрозненные но все-таки в какие-то мысли которыми мы постараемся с вами сегодня поделиться и мы решили начать с интенсифицировавшихся протестов в израиле долгое время протесты я даже не знаю назвать против войны или против войны за выборы в частности некая протеста против правительства в основном да сейчас расскажешь про все это расскажешь да потому что там как бы сплелось все то есть поначалу как я понимаю они были не очень интенсивная потому что большинство большинство людей как-то сплотилось все таки по поводу военных действий правительства армии но это все кстати не означало что например как в ситуации с после 11 сентября у буша рейтинг подскочил до 80 процентов да то есть на самом деле мы говорили и в прошлый раз что довольно как бы необычный это довольно обычная ситуация когда рейтинг когда происходит такая ужасная атака на государство рейтинг власти наоборот резко падает что и произошло но тем не менее вот пожалуй на этой неделе произошло какое-то очень серьезное усиление этих протестов и это довольно сложное явление и я надеюсь что ты они нам сейчас про него расскажешь да смотри значит что произошло в последнее время да произошло какой-то перекут количества в качество то есть весь последний месяц может даже больше мне уже трудно сказать когда это когда это началось велись вроде как переговоры о сделке по освобождении об освобождении похищенных а похищенные это сейчас самая главная тема в израиле да за освобождение похищенных выходили практически все время безостановочно и есть место где все собираются это площадь похищенных на в телевизоре на шоуле мэлх это очень важная тема но по разным причинам она не набирала большого моментума а потому что не как я понимаю во-первых люди просто подавлены многие считают что во время войны не стоит выходить с требованиями к правительству и мне кажется и до сих пор еще не в рядах протестующих мне кажется нет некой общей идеи да которая бы сплачивала как это было в прошлом году потому что одни считают по-прежнему что освобождение похищенных для освобождения похищенных нужно интенсифицировать боевые действия да в частности зайти в рефиях другие считают что нет надо все останавливать и требовать сделку сейчас да поэтому немножко трудно объединиться но последнюю неделю произошло некая как я сказала перекут количества в качество в общем-то люди поняли и потому как это долго тянется и по некоторым сливам в прессу что все это время месяц переговоры велись без полномочий у переговорной команды не не было мандата на что-то соглашаться что-то уточнять то есть переговоры шли просто это была имитация переговоров и одновременно параллельно все это время шли разговоры о том что мы сейчас вот будем штурмовать рефиях да я как многие помнят это город в южной части газа единственный который пока не занят а не извини я хочу сказать что что по всем остальном мире его называют рафах но почему-то вот в израиле принято такое произношение ну да ну да вот поэтому когда мы говорим рафиях мы говорим это по привычке а вы это можете знать как рафах вот как известно скопилось полтора миллиона беженцев людей которые бежали из северной части и поэтому весь мир в первую очередь байден категорически против масштабного наземного вторжения в рефиях которые некоторые называют рафах и складывать впечатление у меня например постоянно складывалось впечатление в течение два месяца что все эти разговоры про штурм на самом деле это шантаж и появились косвенные подтверждения например генерал галан недавно дал интервью который говорит что подготовка к штурму даже не начиналась то есть сложилось впечатление что это просто шантаж что мы угрожаем хамасу что мы вот сейчас войдем в рефиях чтобы он отдал похищенных и все это время делали что берем переговоры и маленькое но важное дополнение американцы продолжают говорить что они не видят и израиль им не показывает план то есть как будто действительно уже долго много уже вновь ведутся переговоры да где америка американцы говорят мы в принципе мы могли бы снять свои возражения если вы нам покажете план и с большим удивлением говорят что конкретного плана они так и не увидели что они ожидают в первую очередь видят план эвакуации да куда эвакуировать жителей из россия потому что везде же как если сейчас палестинцам нельзя проникать в северную часть сектора это все таки еще и план военных действий ну по крайней мере каким оружием в какой какой интенсивности предполагается и плюс план эвакуации да да но все это завязано в общем то на то что там полтора миллиона человек на очень небольшой площадь до в городе в котором раньше жила 200 тысяч человек и то есть вести там операцию не подвергая огромной опасности гражданское население просто невозможно да и вот месяц вот это все тянется и в какой-то момент как я сказала из разных интервью из разных осколков информации в общем-то сложилось впечатление что все это зря что весь этот месяц наши похищены наши заложники 150 человек находились там абсолютно зря и почему натанья у них хочет эту сделку почему он его боится потому там нет ничего особенно нереального с точки зрения шабака с точки зрения мосада с точки зрения армии опять же по сливам да по сливам из армии и по интервью других структур там нет ничего нереального но если там будет говориться о прекращении огня долгосрочным то многие понимают что скорее всего это бессрочное прекращение огня и это может развалить его коалицию да потому что там эта коалиция стебиная как известно да где только два раздерживающих фактора ганса и зонку и в общем-то как пришло это осознание что эти люди томятся лишний месяц плену а уже прошло полгода да почти полгода седьмого октября только ради того чтобы коалиция не развалилась и вот это осознание вывело людей на улице в огромных масштабах то есть начала началась огромная демонстрация трехдневная возле кнесеты она началась огромной протестной демонстрации в воскресенье да и длилось трое суток люди приезжали люди уезжали днем там там был палаточный лагерь днем там состоялись всякие лекции семинары занятия то есть люди там присутствовали многие круглосуточно и вчера начались беспорядки на улице аза где живет антоня где его резиденция и там даже прорвали заграждение поэтому и как бы в первый раз за год 10 человек было арестовано насколько я помню да и полиция даже собирается подавать я так понимаю обвинительное заключение против депутатки кнесета от партии что-то совершенно вчера впервые впервые надо сказать действительно протесты перестали носить ненасильственный характер был всадника бросили горящий факел насколько я понимаю не пострадал то есть это уже как бы началось серьезно но отчаяние гнев очень сильные потому что невозможно себе представить каких условиях там люди да мы знаем что сейчас происходит в газе и мы знаем свидетельство мы даже не узнать сколько их правильно осталось живых потому что сколько погибло это немножко как бы секрет поли шинели потому что мы можем прикинуть с точностью да может быть там 10 или мы или мы точно знаем о всех погибших мне кажется нет но мы притомно в принципе оценки которые циркулируют поправь меня если ошибаюсь это что несколько десятков из оставшихся уже их уже нет в живых да но это по слухам но это уже насколько я понимаю чуть ли даже не армия пользуется такой оценкой это не просто слухи по моему я очень надеюсь что это неправда естественно но есть как бы основание мне кажется предполагать что многие уже погибли даже прежде всего наверное от военных действий и вот мы все время слышим рассказы о тех кого спасли да в прошлом да об обмене насколько в чудовищных условиях там люди одно то что знаешь мне дочка утром спринцела что они там делают я говорю ничего не делаю они ничего не делаю они сидят по двое по трое иногда они еле могут разговаривать и не разрешают громко разговаривать и не разрешают плакать у людей начинаются нервные срывы их избивают да одна женщина связывают сковывают это просто она говорит вот освободили женщину ты сказал что мужчинам легче у моего мужа начинались приступы он бился головой то есть одно то я не говорю даже про голод про страх про то что их держат в подвалах одно то что люди полгода они там просто сидят целыми днями ничего не делать от этого можно сойти с ума и умереть и вот осознание того что по крайней мере этот месяц последний был потерян зря он вывел людей в огромном гневе мне кажется еще да смотри два два дополнения к этому во первых я только что видел опрос даже статью о нескольких опросах последнего времени на маку и произошел реальный перелом в отношении людей к сделке то есть буквально за последний месяц-два то есть если примерно два месяца назад большинство было против сделки то сейчас это на самом деле перелом потому что вот последний опрос АРЦ например чуть ли не вчерашний показывает уже две трети за сделку фантастика то есть люди осознали что происходит что-то не то мы топчемся на месте конечно то есть это еще и вот второе что хотел сказать что то есть это возможно не только осознание того что он нас как-то правительство вводит за нос но и осознание вообще-то бесполезности этих усилий потому что честно говоря я думаю что все то время да что правительство топчется на месте в вопросе о заложниках да действительно идут очень реальные очень серьезные попытки их все-таки найти и вызволить хотя бы кого-то потому что это было бы гигантской победой когда вызвалили двух заложников как бы радости всей стране хватило на неделю правильно то есть это не просто там биби топчется на месте и не хочет продвигаться с переговорами все это время армия армия роет носом газу и заложников ищет но просто уже действительно уже как бы люди должны были по идее начать понять что что-то идет не так что этот способ причем нам при этом постоянно повторяют что только военное давление обеспечит освобождение заложников где оно где это освобождение вот и за месяц условия не изменились да условия на переговорах условия требования хамаз не изменились более того как бы есть у меня такое ощущение что хамаз только крепнет в каком-то смысле скажем электорально да потому что он где он выдерживает этот удар он выдерживает удар израиль этот страшный кошмарный и хотя есть много свидетельств о том что палестинцы в газе обвиняют хамаз за катастрофу которую он навлек да но с другой стороны я знаю это по прежним воинам война всегда способствует консолидации нас бьют уже неважно кто это начал неважно какие гады нами руководят нас бьют и более того чем больше времени проходит чем дольше больше времени проходит от начала войны как бы до начала он просто забывается все что остается это вот это вот страшная ежедневная как бы реальность войны и да и люди уже просто считают что вот мы против против них и кроме того смотри мне кажется хамаз крепнет еще по мере ослабления позиции израиля хамаз безусловно понимает что политический конечно конечно что вот все те кошмарные случаи трагедии которые произошли в последнее время которых мы собирались поговорить во второй части подкаста все это очень сильно ослабляет израиль да и хамаз это видит отлично конечно вот как две причины которые ты сказал да то есть то что не удается нет никакого продвижения в насильстве и освобождении заложников и нет прогресса на переговорах хамаз не ослабляет позиции да и это привело людей к вот этому изменению общественного мнения это к этому огромному гневу который вылился на улицу с требованием выборов потому что люди говорят и метко было зрение было с самого начала что натаняу выгодно затягивать войну да при прочих равных ему выгодно потому что во время войны можно говорить не нападайте например министра во время войны можно говорить о неком перемирии гражданском да внутри израиля и так далее да во время войны у нас есть как бы правительство санкционального единства да с гангсом мейзенкот это добавляет ему легитимности да и за время войны как бы вся эта фашла да все это провал до 7 октября он как бы забывается он как бы размывается и и натаняу надеется что чем дольше он будет тянуть тем больше забудется его огромный провал скажем за военными успехами да поэтому как бы и и добавить его значит безумную коалицию натаняу которая все еще по-видимому лелеет мечту захватить всю газу выгнать оттуда палестинцев и заселить ее заново да поэтому им тоже они тоже крайне не заинтересованы в прекращении огня да и как бы есть подозрение что он тянет и он не делает это именно чтобы не развалить в коалицию кстати у меня был для него план еще в феврале по-моему да перед муниципальными выборами я говорила если даже биби рискнет на то что развалит свою коалицию он освободит заложников да он пойдет на сделку он освободит заложников это добавит его рейтинга и с этим его будет лучше идти на выборы чем с ничем вот и что он и тогда но но в этом случае он меня не услышал не услышал ну хорошо тогда может быть значит у него другие какие-то расчеты возможно то есть в любом случае даже да да мне кажется он настолько у него настолько плохая электоральная ситуация что во первых даже просто ну освобождение заложников я не думаю что она бы принципиально эту ситуацию изменила оно дало бы ему какой-то шанс но видимо небольшой что наверняка потому что я уже довольно долгое время думаю вот вот мысль что тот факт что мы не знаем точно сколько заложников осталось живых сейчас об этом просто не думают об этом предпочитает эту мысль себя гнать но на самом деле если в конце концов выяснится что я не знаю половина заложников скажем погибла это уже будет не победа это уже будет катастрофа и возможно возможно это еще одна причина по которой наш великий тактик и хреновый стратег просто пытается затягивать все и ничего не решать в общем это это ужасно и мы выходили люди выходили сейчас лозунгами мы все мы все похищенные там и с лозунгами сынар антонио это одно и то же то есть люди ощутили себя что институт их держат в плену этой коалиции причем коалиции так сказать она и так трещит по швам и законы о призыве да очень возможно что передим выйдут из коалиции по любому нам придется идти на выборы и ему бы конечно хорошо для него я ему даю советы по прежнему искренне как добрый человек для него бы хорошо конечно сейчас интенсифицировать тем не тем более если грозят выборы в любом случае да окей и вот такая вот ситуация вот такой тупик и это конечно огромная боль осознавать что эти люди по-прежнему в плену и мы не знаем что с ними и видеть каждый день этих родителей и детей и братьев сестер это это страшно которые говорят о своих детях о своих близких и девочка мая регги в которой училась в одной параллели с моей старшей да которая говорит что все девушки так или иначе подвергаются там сексуальному насилию и так далее то есть думать об этом что это происходит каждый день это конечно это абсолютно невыносимо совершенно это просто мучительно ты знаешь на самом деле вот по этому поводу есть у меня еще одна мысль по поводу операции еврофейхи я вот не очень понимаю да предполагается что почему официально официальная позиция это что нам нужна эта операция что без нее не будет победы полной победы миницихон мухлат это любимое словосочетание которое все время звучит из уст не теньяву сегодня вот почему потому что предполагается что все заложники сейчас там в туннелях подрофеях им куда армия еще не заходил а все это непонятно почему так секундочку да 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 я просто пока излагаю вот и и и высшее командование хамаса да то все еще там вот и положим даже тут что то есть да но откуда взял откуда вообще возникла мысль что операция еврофейхи позволит под силовая операция позволит освободить заложников то есть вот эта теория она на чем строится может быть может быть предполагается что вот это вот самое военное давление что когда армия начнет подбираться руководству хамаса она пойдет на какие-то другие условия сделки но мне кажется это вот это это совершенно гигантский риск для заложников если они там я честно говоря я не знаю а те которые были в северной части вот мы взяли всю северную часть мы же никого не нашли но нашли несколько человек есть туннели есть туннели которые идут вдоль через всю газу мы не знаем нашли мы все какое-то количество армия нашла но какое-то количество может быть осталось честно говоря я понятия не имею как бы как этих заложников перетасовывают и и но но не исключено что они действительно находятся в рафейхе сейчас что совершенно не значит что их нельзя куда-то 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 перевести за границу а какой-то момент начали пугать что их поведут за границу по туннелям просто просто понимаешь мне кажется на самом деле мы еще забываем про и про один момент может быть единственное единственное что да может знаешь учитывая что заложники они в таком ужасном состоянии сколько осталось живых непонятно те кто выйдут то они начнут рассказывать что с ними было за эти полгода то есть это не совсем картинка победы меня все таки кажется что картинкой победы могло быть как раз уничтожение хамасовского руководства и может быть вот все все это время биби безуспешно гоняется вот за этой картинкой победы конечно потому что как бы в опыту предыдущих захватов до руководителей ликвидации ты никогда ничего не давал единственное исключение это ликвидация шейха ясина за ним сразу рантиси безусловно это конечно не даст конечно не даст но это даст картинку это да да даже если даже если убить синвара это просто символ хамас настолько мобильная организация что как бы есть заместители есть заместители заместителей это но но да но понимаешь как бы если бы завтра биби принесли на на блюде голову синвара то с этим он мог бы все-таки пойти на выборы мне кажется тоже без особых шансов но все-таки это лучший вариант для него все это непонятно и но я говорю если бы у нас там не дай бог у нас бы убили начальника генштаба это что изменила бы ход войны или даже там премьер-министра да ну начались бы люди это же как бы само собой но мы говорим про электро про про чисто чисто электоральную ценность этой головы синвара потому что совершенно явно что это именно именно это интересует господин премьер-министр честно говоря я должен сказать что в начале знаешь при при том что мы конечно страшно антиби бисты в начале этой войны я все-таки наверное оптимист я вот немножко верю в людей я все-таки думал что вот бибя отбросит немножко все свои художества и немножко подумает о государстве и я был очень разочарован когда стало очевидным что даже в этой ужасной ситуации он думает только о себе это это меня честно говоря поразило считай меня наивным но вот американцы американцы какие-то оптимисты вот и как вот чем больше американец тем больше оптимист ну почему например про трампа я точно знаю что он всегда думает только о себе но биби мне казался все-таки более нормативным при всех изменениях которые он претерпел за последние годы многие говорят что он еще и меняется что он меняется со временем кого очень сильно деградирует вот вот такая ситуация то есть у нас требования выборов возможный развал коалиции очень сильный общественный протест за сделку и за выборы вот так и мы как всегда на перекрестке я не знаю вот сначала этой войны вот сколько мы как бы записывали и когда мы давали интервью рашкина всеми говорю что сейчас все варианты невозможные сейчас нет нету возможного варианта мне кажется это для руководства так поэтому ну как все идет само собой сейчас вот так и оставить их невозможно например похищенных и и и не оставить и брать рафиев и не брать рафиев и выборы сейчас и не выборы сейчас это равно равна невероятные сценарии смотри и по и и и оккупация газа с установлением настоящего настоящей военной власти невозможно и и просто сидеть в газе как бы не создавая никакую власть тоже невозможно то есть да и мы перешли к очень важному моменту да почему собственно затягивает войну потому что с самого первого дня да все время говорили биби отказывается говорить о дне после да а что значит не после это некоторые говорят ну так сначала закончить войну а потом думать что потом чтобы закончить войну нужно понять что она закончилась как как мы знаем что она именно что закончится захват всей газа например да ликвидация руководства как мы знаем потому что пока что выходим по кругу, да, там, где с севером вроде как выгнали Хамас, он появляется снова, да, и вдруг сотни бойцов оказываются в больнице Шифа, которую мы уже брали несколько месяцев назад, и мы снова пару недель, одну неделю, две, я уже не помню, штурмуем Шифу, так что там вообще ничего не остается, да, все верно. Хорошо, объявляем о великой победе, правильно? Да. Вот. Да, ну, все говорят, эксперты говорят, что, окей, это тактическая победа, хотя, как бы, военная, да, но в пиар смысле это сомнительная победа, потому что, с одной стороны, мы вроде бы показали, что Хамас действительно пользуется инфраструктурой, гражданской инфраструктурой, больницами и так далее, но, с другой стороны, то, что мы сделали с этой больницей, причем не предоставив, как бы, какую-то альтернативу, потому что, если ты, как бы, уничтожаешь больницу, то ты, как оккупирующая сторона, должен, я не знаю, создать равноценный полевой госпиталь или что-то в этом роде. Ну, мы сейчас еще поговорим о том, как Израиль, как бы, ведет себя в Газии и к чему это все приводит. Но главное, как ты сказала, как бы, нет полного, вот, кстати, мне кажется, это еще одна вещь, которая очень бесит и неприятно удивляет людей, да, что нам говорили, ну, хорошо, мы захватим газу, или мы захватим какие-то части газа, север, центр, мы захватим их большой ценой, потому что даже при том, что Израиль полностью, абсолютно приоритизирует жизни бойцов, как бы уже, да, вчера, вчера погиб 600-й, 600-й военнослужащий, с момента, но я так понимаю, что это включает в себя погибших, которых было много. Двух. Да, я думаю... Ну, я просто, я просто говорю, и вот, мне кажется, есть вот это ощущение, что, боже мой, откуда там еще, почему там действительно опять какие-то хамасовцы, за которыми постоянно гоняемся, вот разве мы не захватили уже, как бы, вот, эту территорию, это тоже добавляет фрустрации. Вот, смотри, давай поговорим о том, почему так важен день после, да, почему с самого начала говорили про день после, потому что захватить газу недостаточно, надо действительно понимать, что мы делаем после этого, то есть, или мы там создаем свой военный режим, но это огромные ресурсы. Закон о призыве, который сейчас должны принимать, такой скандальный, он продлевает очень сильно службы в резерве и возраст службы в резерве, и продолжительность дней в году, да, будет, и продлевает срок срочной службы. Что это значит? Что люди извлекаются из производства, да, из народного хозяйства, из экономики, и Министерство финансов уже дало оценку, да, насколько это огромные потери для экономики, да, я все время говорила, мы даже до войны говорили, армии на все не хватает, да, армия очень занята на западном берегу, именно это одна из причин, почему стало возможным 7 октября, потому что там было 200 человек, 10 человек военных на границе, теперь, если мы хотим еще и контролировать газу, то есть мы должны там, ее должны будем там стоять на каждом углу, то есть это огромные человеческие ресурсы, которые мы просто не тянем экономически, да, значит, это у нас не получится, кроме того, военный контроль, окей, следить там за террором, но гражданам надо создать какую-то гражданскую жизнь, здравоохранение, образование, восстановление всех этих инфраструктур, кто этим будет заниматься, это миллиарды, это огромные деньги, причем делать это мы не сможем, потому что мы сейчас там гуманитарную помощь не можем раздать, потому что когда к нам приближаются, мы боимся и стреляем, да, и было несколько эпизодов где-то с месяца назад, когда людей убивали при раздаче гуманитарной помощи, то есть мы там боимся, мы не можем контролировать там, где мы боимся, и, кстати, мы с Аркадием перед записью упоминали Ирак, да, войну в Ираке, так вот там по поводу войны в Ираке я читала, что было очень важно, чтобы американские солдаты были друзьями, да, были друзьями гражданского населения, чтобы они были врагами. Это была официальная доктрина, официальная доктрина американской армии, которая широко как бы распространялась, вдалбливалась в головы рядовым бойцам, что да, мы должны быть друзьями. У нас же наоборот, даже Мерцог, президент, говорит, нет непричастного населения. Ну, хорошо, да, он после этого как-то извинился, то-се, но главное, это да, это ощущение. Смотри, это очень важный, важный момент, Аня, вот я как раз сижу и думаю, что действительно безумно сложно контролировать враждебное население, настолько враждебное. Проблема Израиля в чем? Когда захватили Западный Берег и Газу в 67-м году, население не было особо враждебным. Ну, как бы там даже особых боев не было. Правильно? Ну, пришли. Коротенький, вставочку на пару минут из интервью с Ивалем Дискиным, да, в фильме «Хранители врат». Он говорит, нам сказать, бывший глава общей службы безопасности Шабак, Левальдиский. Он тогда был сотрудником Шабак. Он говорит, мы там ходили, мы должны были слушать разговоры, но нам нечего там было делать. И вот в какой-то момент вау, появилось сопротивление какое-то, нам было что делать. То есть население было гражданское абсолютно, да, достаточно индиферентное. Ну да, то есть при том, что был... Хорошо, понятно, что была нелюбовь к Израилю. За несколько лет еще до того были попытки перехода границы и террор какой-то в той границе. Но по большому счету Израиль зашел. Там мирное население. Оно Израиль не трогает, Израиль его не трогает. Тут же создали структуры, гражданскую администрацию, которая с тех пор управляла оккупированными территориями. Откуда бегло, да? В Ираке, в Ираке на самом деле было то же самое. Пришли, опять же, это новые люди, это пришли какие-то новые захватчики, да, ну хорошо, они, конечно, захватили, пролили кровь, там то сё. Но с другой стороны, как бы, ну, это новая власть, правильно? Ну, не так уж, может быть, при ней плохо. Стали пытаться создавать какие-то там демократические структуры через задницу, вот. И действительно пытались быть друзьями на полном серьезе. Теперь Израиль уже такое количество раз захватывал, да, эти территории, что там безумная взаимная ненависть. Израильские солдаты люто ненавидят жителей Газы, жители Газы люто ненавидят Израиль. И как в такой ситуации невозможно контролировать территорию, кроме как какой-то гигантской кровью. Гигантской, а если, и как чьей-то кровью, да, то есть, либо, либо ты пытаешься всё-таки что-то создать, да, и тогда ты платишь за это кровью своих солдат, либо ты пытаешься просто стрелять во всё, что движется, и тогда ты платишь безумной кровью гражданских на той стороне. Это в любом случае ситуация, которая не может продолжаться долго. Да. Вот, значит, я закончу эту мысль, она была большая. Прости, я действительно тебя всё время перебиваю в этот раз? Я постараюсь нести себя прилично. Значит, мы, по-видимому, не можем контролировать газу. Это говорят практически все. Если мы просто выходим из газа, скажем, по сделке, да, тут же там будет Хамас. Тут же. И третий вариант это полицейская администрация, которая сейчас явно не готова. Вот, поэтому так важен день после. И я очень подозреваю, что эта сделка, возвращаясь в сделки об обмене похищенной, там очень активную роль играют штаты. Когда мы говорим требования Хамаса, надо понимать, что эту базу составляли арабские страны и штаты. И, по-видимому, частью сделки, то есть это не будет сделка только между Израилем и Хамасом. Они будут принимать участие третьи страны. И вот уже сейчас прошел слух, что Байден предлагает, он договаривается с арабскими странами, что он, по-видимому, им за это обещает. Они введут свой контингент в газу, который будет заниматься военным контролем. То есть, если мы выходим... Одну секундочку, две поправки. Во-первых, все так, но, во-первых, все-таки говорилось, что это инициатива Израиля. А во-вторых... Инициатива контингент? Да. Говорилось, что это инициатива Израиля. Во-вторых, что это нечто очень локальное только для охраны и гуманитарной помощи. А не как бы... То есть, это не контингент, который будет обеспечивать какую-то гражданскую власть. И в-третьих, что это как бы планы, по поводу которых американцы уже испытывали какой-то сдержанный оптимизм, а арабские страны, в принципе, еще не окончательно согласились. Ну вот. Извини просто. Да. Я хочу сказать, что в этой сделке по обмену, да, там наверняка участвуют третьи стороны, которые, по-видимому, сыграют какую-то роль в том, чтобы там в Газе не было вакуума, в том, что после ухода Израиля там не было вакуума, и чтобы там не появился Хамас. И я тебе скажу очень крамольную мысль. даже если в Газе вернется к власти Хамас, он настолько, если мы его не ослабили за полгода на 20 лет вперед, значит, мы там ничего не сделаем. Да, потому что до сих пор это работало именно так. И защитная стена на Западном берегу в 2002-м, и Литой свиньет в 2009-м, и Цукейтан в 2014-м. В общем-то, целью его было ослабить противника, да, и в том числе разрушить гражданские инфраструктуры, чтобы потом пришлось долго восстанавливаться. И я думаю, что если это цель, то этой цели мы давно уже достигли, потому что газовый руинок. То есть там до того, чтобы не то что устроить такой масштабный ужас, как 7 октября, да, но даже, в общем-то, до более-менее массового запуска КАСАМов, там у них очень долго еще не дойдут руки. Да, я совершенно согласен. Я согласен, но тут-то как бы важно разделять военные возможности и контроль. То есть, мне кажется, восстановить все-таки административный, да, какой-то силовой контроль над Газой, Хамас мог довольно быстро восстановить свои способности атаковать Израиль. Но мы же говорим, почему это плохо. Да, это другое. Да, мы же говорим, почему это плохо, потому что это смертельная угроза для Израиля. Мы же говорим, что у нас война за проживание. Но кроме того, это еще плохо, потому что, как бы, если Хамас все-таки снова достаточно прочно обосновывается в Газе, то это значит, что другой палестинской власти там уже не будет. Да, я хочу сказать связиний безопасности Израиля. Близлежащий, ближайшее время. Да, но именно близлежащий, потому что, если Хамас снова возьмет власть в Газе, то пусть даже он окажется отброшен назад там на 5 лет, на 6 лет, не знаю, на несколько лет. Как бы он, в конце концов, все равно накопит этот потенциал. В это время можно использовать. Ну да, но никто же не собирается использовать. А вот это проблема. Вот это вот проблема именно. Нет, мне кажется, честно признаться, мне кажется, довольно важным, но уже практически невозможным, наверное, на этом этапе, все-таки именно сейчас как-то ослабить хватку Хамаса, не только ослабить военные, потому что это то, чем занимался Израиль, и занимался весьма успешно, видимо, применяя там самые современные технологии, которые мы никогда еще не видели на поле боя, и свое гигантское военное превосходство, все-таки в военном смысле Израиль, можно сказать, победил. Но если сейчас просто Хамас со своими оставшимися несколькими калашниковами будет властью в Газе, то как туда, есть некое в окно возможностей, мне кажется, когда вот в Газу можно попробовать Газу как-то хотя бы частично передать другим палестинским силам. Если это окно возможностей закроется, я не знаю, что будет. Мне очень понятно, как это сделать, то есть они войдут туда с оружием, как они, скажем, могли бы войти в 2007, но не вошли. Ну, с оружием, но смотри, на самом деле мы-то понимаем, что один из основных элементов это легитимность вот этого, да, передачи этой власти, потому что это то, что прекрасно понимают американцы, поэтому американцы изначально все это в предложении, в своем мирном предложении, о котором уже никто не говорит. Я, кстати говоря, не понимаю, почему о нем никто не говорит, потому что его теоретически должны были представить уже чуть ли не месяц назад. Но из-за того, что начался голод в Газе, и это все вышло на первые как-то полосы, об этом просто как-то забыли. Но в этом предложении все это очень четко увязывалось с перспективой продвижения к палестинскому государству, потому что это в принципе элементарно, и ты это знаешь лучше меня. Чтобы палестинец, простой палестинец, житель Газа, сказал, хорошо, я готов, я готов, чтобы мной сейчас управляла палестинская администрация. Все, я отказал, а не Хамас. Для этого нужно, чтобы палестинская администрация сказала, мы этой властью, мы эту власть берем за тем, чтобы вести туда-то и туда-то, вести к палестинскому государству. Только так. Потому что если мы эту власть берем, чтобы бесконечно оставаться колонией Израиля, это не сработает никогда. Смотри, я подумала, все эти месяцы говорили про то, что мы оказываем военное давление на Хамас, у меня такое ощущение, что мы оказываем военное давление на Байдена, потому что ты говоришь, он об этом плане уже забыл. Или предлагают вести этот контингент, который раньше арабские страны говорили, что они ни копейки, и Биби обращался к Эмиратам, они говорили, что ни копейки не вложат ни в восстановление газа, ни в защиту газа, ни в охрану газа, если у нас не будет принят курс на двухгосударственное решение на создание палестинского государства на западном берегу и в Газе. Это была абсолютно категорическая позиция. Они говорили, нам нет смысла, потому что вы опять ее разбомбите, и зачем мы будем в это вкладывать? Потому что там же отстреливать надо все. Теперь уже как бы есть разговор без этого условия. Да, но это произошло какое-то послабление. Да, смотри, то, что ты сказала, это очень локальное. Именно военное давление. Это очень локальное. Я с тобой совершенно согласен. Да, но я это немножко даже жестче это определяю для себя. Я это определяю как взятие заложников. Да. Извините, это не тот случай, конечно, когда Хамас берет заложников. Это совсем другое. Но по сути, по сути, мне кажется, Израиль научился использовать палестинцев как заложников. То есть, вот всеми этими разговорами о том, что, во-первых, созданием может быть даже несознательным. Может быть, скажем, ситуация с голодом в Газе, о которой мы сейчас еще поговорим, насколько там это голод и так далее. Но вот эта кошмарная гуманитарная ситуация в Газе, даже если она не была создана сознательно, мне кажется, Израиль весьма быстро понял, что ее можно использовать. Что, когда происходит такой ужас, то люди просто говорят, окей, да, надо что-то делать, надо куда-то бежать. И сдвигаются красные линии. Да, если раньше Америка и арабские страны говорили, нет, нет, ни в коем случае, никогда, то когда альтернативой становится реальный голод, они говорят, ну хорошо, ну ладно, ну придется. Значит, мы с каким-то риском для себя, мы что-то попробуем сделать. Хотя я подчеркиваю, что, во-первых, этот план, этот план все-таки не был окончательно принят, во-вторых, он, насколько я знаю, очень локальный, он подразумевает только охрану путей передачи гуманитарной помощи, и в-третьих, скорее всего, он стал нежизнеспособным после вчерашней трагедии, о которой мы, собственно, собирались поговорить. Да, да. Наша мысль такая, как бы, когда Израиль жестче себя ведет в Газе, он тем самым смягчает позиции Запада, как ни странно, то есть с одной стороны Запад возмущается, с другой стороны понимает, что он начинает отступать, да, несмотря на резолюцию Совбезе, которую впервые не завитировали Штаты, несмотря на ужесточение позиций, как бы, таких очень публичных официальных, мы видим, что где-то там за кулисами такое впечатление, что позиция именно, что смягчается в сторону Израиля. Да, но это воспринимается все-таки как уже, я думаю, что это воспринимается как диктат и выкручивание рук со стороны Израиля, и нам за это нам за это отомстят. Я думаю, что припомнят. Опять вот, да, я не могу сказать оптимисты, в данном случае или пессимисты. Вот, они же санкции сняли, санкции на поселенцев сняли, которые наложили. Опять же, опять же, да, давайте одну секунду просто вот санкции на поселенцев, мне кажется, мы успели о них сказать в прошлый раз или нет, или их еще не было, я не помню, честно говоря. Я не помню, честно говоря. Ну, по-моему, были уже банковские санкции на поселенцев, да, и в результате из-за тесной связи израильских банков с американскими. которые сильно замешаны в поселенческом терроре, в насилии, не просто на поселенцев, да, на несколько человек, на несколько ферм, которые активно стали центром, не просто поселенцев. Так, собственно, что произошло? Возникла ситуация очень сложная, то есть казалось, что Америка, в общем-то, что это серьезный рычаг давления, наконец-то, что Америка, наконец-то, администрация американская нашла какой-то... что расширятся эти санкции. Какой-то рычаг давления, да, потому что, потому что, сейчас объясним, из-за тесной связи вот израильских и американских банков, израильские банки не могут игнорировать эти санкции, то есть, если Америка накладывает санкции на гражданина Израиля, израильский банк, в принципе, тоже должен полностью отказать ему в банковских услугах. Как бы, жить с этим в Израиле очень сложно под такими санкциями. И поэтому казалось, что это, в общем-то, какой-то серьезный хитрый ход, который возымеет какие-то действия. Что сделал наш министр финансов, ваш министр финансов Цмотрич? Он прибег к тактике фактически взятия заложников, потому что он сказал, ах так, тогда мы перестанем прикрывать израильские банки, которые работают с палестинской администрацией. Потому что, есть некое разрешение, которое министр, министерство финансов подписывает для этих банков на работу с палестинской администрацией, из-за чего собственно как бы палестинская администрация может продолжать действовать. Потому что без израильских счетов она действовать не может. Это, кстати, еще один вопрос, еще одна грань оккупации, о которой мы, мне кажется, никогда не говорили в наших, но это действительно так. И через эти счета проходят налоговые поступления, которые необходимы, и много всего. То есть, фактически, как бы, что произошло? Смотришь, сказал, ах так, тогда мы сделаем очень больно палестинцам на западном берегу, и Америка была вынуждена отступить. Сказать, что они не будут требовать, они не будут требовать полного запрета на банковские операции, да, ну, фактически, да, это отступление. Да, то есть, мы постоянно, как бы, все равно добиваемся, то есть, несмотря на риторику, на все очень жесткую, да, даже на то, что не витировали, мы, тем не менее, добиваемся от американцев все время, чтобы они делали, как бы, то, что мы хотим. Несмотря на то, что они грозят, что они будут меньше поставлять оружие, да, и такие, там, вот сейчас там что-то недопоставили, но вроде как, потому что его просто не хватает, да, но, тем не менее, мы не видим никаких реальных, и поэтому многие очень говорят, что штаты просто обслуживают Израиль, да, и делают все, что они хотят. Да, но эта ситуация, как бы, опять же, она очень плохая для администрации, для демократов в целом, а эта администрация, все-таки, давайте не забывать, что сейчас, как бы, шансы 50 на 50, что эта администрация останется у власти, и действительно возникает такое ощущение, что, это просто, на самом деле, израильская внешняя политика, то есть, израильские отношения с Америкой, они все-таки всегда были дружественны, то есть, при том, что иногда, конечно, одна из сторон там стояла на своем и делала что-то, что не очень нравится другой стороне, но то, вот, например, о чем сейчас говорят американская пресса и американские источники в администрации, в Госдепе и так далее, они говорят, что, возможно, впервые есть такое ощущение, что Израиль уже не союзник, уже не друг, что Израиль просто выкручивает руки, подставляет Америку и очень сильно бьет по международному статусу и по шансам президента на переизбрание, и это полностью меняет всю картину. То есть, опять же, это тактика против стратегии. Даже если таким образом Израиль сейчас добивается каких-то тактических успехов, то стратегически это, на самом деле, какой-то гигантский разрыв в отношении. Потому что Натанилов всегда был тактиком, мы с тобой об этом говорили, что Натанилов тактика, не стратег. И вот давай в связи с Байденом, скажем, какое жесткое заявление сделал Байден по поводу вчерашнего эпизода, когда погибло семь сотрудников организации World Central Kitchen. Давай, ты американец, ты цитировай. Байден очень сильно, очень резко усилил риторику. Никогда от него ничего такого не было. Он уже критиковал Израиль, уже говорил, что действия Израиля в Газе не полностью оправданы, что Израиль не делает достаточно для защиты гражданского населения. Но в этот раз он сказал, я разгневан. Это не первый, это не единичный случай, что Израиль, да, не прикладывает достаточных усилий для охраны жизни гражданского населения и волонтеров, и это должно прекратиться. То есть, тон этого заявления был беспрецедентно жестким. Но опять же, на самом деле, я думаю, он еще сказал, извини, он еще сказал, что ни на какой другой войне не гибло столько волонтеров, сколько в этой. Да, 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 и это тоже я забыл, да, он это сказал, и очень важно, мне кажется, в администрации очень хорошо уже, я думаю, что понимают такую вещь, что нельзя эскалировать риторику, не подкрепляя ее ничем. В какой-то момент это начинает работать против тебя, потому что, как бы, если ты говоришь все жестче и жестче, но при этом видно, что ты ничего не можешь с этим сделать, да, это ситуация, когда хвост виляет собакой, это ситуация, когда Америка оказывается фактически в заложниках у Израиля, и каким-то образом это должно как-то рвануть, я не знаю, это может рвануть отложенно через несколько лет, когда к власти придет новое поколение демократов, скажем, и так далее, мы не можем знать, насколько я понимаю, молодые, вот мы все время говорим, как вот Гарвард, да, вот все эти молодые ребята, вообще не хотят ничего знать про Израиль, знают только, что он кровавый убийца, который держит в заложниках Штаты, выкручивает руки Штаты, еще тут даже добавляются и какие-то антисемитские мифы про мировой капитал, про мировое влияние, вот эти ребята, они же через 20 лет будут в Конгрессе, да, это же надо понимать, да, я понимаю, еще одна вещь, которая должна была сильно разозлить Штаты, это вот эта теракция, как это сказать, бомбежка, бомбежка сирийских объектов Сирии, да, тоже, по-моему, несогласованная Штаты, это не просто, да, это на самом деле совершенно беспрецедентная тоже вещь, и это очень серьезная эскалация, в двух словах, Израиль разбомбил иранское консульство в Дамаске, которое вообще, видимо, пользуется дипломатическим иммунитетом, и убил, там, по-моему, трех генералов, вот это вот, корпуса Кудз, корпус, это, который осуществляет, собственно, связи, во-первых, со всеми иранскими проксами, прокси, я машинально, вот, как Хизбалла, например, да, проксями, вот, со всеми, то есть, технически, это большой успех Израиль, и это большой удар по Ирану, политически, американцы в шоке, они тут же сказали, что, несколько раз сказали, что они не имели к этому никакого отношения, не знали об этой атаке, и насколько это оправдано, и для чего это было нужно, и во что это выльется, я думаю, сейчас точно никто не может сказать, то есть, Иран, с одной стороны, он точно совершенно будет мстить, возможностей против, против Израиля у него немного, и, причем, интересная такая вещь, о которой сейчас вот говорят в американской прессе, знаешь, я вообще иногда чувствую себя как таким, это, аналитиком, сидящим где-то в бункере, да, и вот чаттер, вот есть такое выражение, типа, идут, да, идут разговорчики, разговорчики по сети, ну, вот, так вот, идут разговорчики, в прессе о том, что американцы опасаются ударов именно по американским объектам, потому что американские объекты, они ближе к Ирану, и они менее защищены, парадоксальному образом, ну, не парадоксальному, ну, как бы, вот, Иран в большей степени может сделать больно Америке, чем Израиль. Другой стороны, Хизбалла может ударить, у нас все время накаляется конфликт, извините, пожалуйста, вот вчера я получила смс от мэрии, да, о том, как готовиться к длительным отключениям электричества, там, накопить воду, накопить продукты, которые не требуют холодильника или готовки, то есть, мы как бы уже начали готовиться, я так понимаю, к войне с Хизбаллой, так уже всерьез. Хизбалла тоже уже, опять же, перешла, перешла немножко со самой ею, значит, установленную красную черту, и вчера обстреляла, как бы, насколько я понимаю, более глубоко на севере. На ее как раз. Да, да, вот, но, опять же, это не конец, каким будет конец сказать сложным, но, опять же, у Израиля есть, по крайней мере, возможность нанести массированный удар по Ливану. Израиль это, в принципе, особенно ничего даже не стоит, то есть, ну, это будет очень серьезное тоже напряжение сил, которое не факт, что Израиль может себе позволить в этой ситуации, но, в принципе, планы разработаны, военная мощь есть, то есть, Израиль может очень сильно отреагировать, но любой удар по себе. Америка, на самом деле, не очень может нанести какой-то, и не очень хочет наносить какой-то серьезный удар по Ирану, поэтому, поэтому Иран, я думаю, может себе позволить, не знаю, атаки на американские военные базы, может быть, на какие-то гражданские американские объекты по миру, и я думаю, что... Давайте напомним, по поводу удара по северу нашему, да, Хизбаллы, у нас-то все еще сотни тысяч эвакуированных, да, полгода, полгода люди живут в гостинице, когда-то тоже входят с ума, вот, и нам как бы удар по северу, и, кстати, вот по поводу газа, да, там же идет мобилизация, в общем-то, последний месяц, полтора, я думаю, уже больше, да, и одновременно есть подготовка к мобилизации на севере, да, да, то есть как бы нам-то тоже не очень радостно. Нет, это, конечно, не очень радостно, но, ну, опять же, наверное, идеально, не идеальным, но лучшим вариантом был бы все-таки какой-то вариант мирной сделки, потому что Хизбалла давно сказала, как только, как только в Газию становится перемирение, мы перестанем... Абсолютно, да, да, и опять же мы это не используем, это все как-то вот непонятно куда-то эскалируется. Ну, да. Вот, да, один еще, ты знаешь, ты знаешь, один еще момент по поводу, интересный, мне кажется, по поводу вот этой атаки в Сирии, в Дамаске, она была произведена, когда Биби не был, когда Аня Танягу не выполнял обязанности, не исполнял обязанности премьер-министра, он был в больнице. Его оперировали, да, 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 и вот это на самом деле, это тоже порождает некие разговоры, да. То есть, с одной стороны, как будто, видимо, видимо, решение об ударе принималось, наверное, до того, принималось, наверное, наверняка, да, вот сомнительно, да, что исполняющий премьер-министра, обязанности премьер-министра, Ери Влевин, человек абсолютно не военный, не входящий в военно-политический кабинет, что он отдал такой приказ, или санкционировал, конечно, это ерунда, но я не знаю, ты понимаешь, что операция была спонтанная, я имею в виду хирургическую операцию. Я не думаю, что она была спонтанная, мне кажется, смотри, спонтанная в том смысле, что, ну, я просто спекулирую, видимо, было какое-то очень небольшое окно возможностей, то есть, просто вот эти там трое генералов, да, они приехали, я говорю про хирургическую операцию, хирургическая операция была спонтанная, и поэтому, вряд ли это было подогнено. Тоже как бы совершенно непонятно, тоже мы как будто, как будто в какой-то банановой республике, серьезно, ходят какие-то слухи о том, что это была за операция, никто вот сегодня в подкасте Айрец, интересно, говорили, вот когда Байдена там осматривает врач каждый год, да, выкатывают, шестистраничные заключения мелким текстом, все, какие он лекарства принимает, какое у него состояние здоровья, полностью все результаты проверок. В Израиле нет такой традиции, как бы никогда не казалось, что она нужна, всегда предполагалось, что правительство как-то открыто, да, сообщает гражданам. Бегин, например, впал в депрессию, извини, да, Бегин впал в депрессию, например, да, он сказал, я больше не могу, и ушел, да, как бы, что человек сам понимает свои возможности, да, когда он слишком, болен, не способен управлять страной, он уходит сам, потому что, как бы, ему страна важнее. А не видать, как это таинственные какие-то вещи. Ладно. Неважно. Я хочу сказать, что операция была спонтанная, поэтому вряд ли он специально лег в больницу на время этого удара. Нет, конечно, 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 это, ладно, на самом деле, даже не стоило, наверное, я не люблю конспиративность, ты же знаешь, наверное, не стоило это. не спонтанная экстренная. Смотри, мы оставили, на самом деле, мне кажется, главную на вторую часть, и, наверное, пора к ней переходить. Да, подозреваю. Вот. И, как бы, одним из центральных элементов вот этой вот картины, которую мы как-то попробуем вам изложить, является вчерашнее трагическое совершенно происшествие в Газе, когда погибло семь волонтеров организации World Central Kitchen. Это организация, которая помогает еду, питанием, поставляет готовую еду в зоны конфликтов, в зоны бедствий. Аня, я так понимаю, что они работают в Украине. Аня, да. Я вот посмотрела, единственный волонтер этой организации, который до сих пор погиб в зоне боевых действий, это в Харькове было в июне прошлого года. Он погиб в квартире, где он был. А тут атаковали машину. Кстати, эти же люди, они поставляли еду после 7 октября в Израиль, перемещенным, пострадавшим. То есть, это очень-очень уважаемая организация. Более того, насколько я знаю, мы об этом не говорили, я не думаю, нам стоит на этом останавливаться. У нас огромная идет война с Унровой, с Бапор, чтобы он там не занимался распределением гуманитарной помощи. Вообще, сейчас главная тема в Газе это кто распределяет гуманитарную помощь. То есть, это фактически власть. Будет ли это Хамас, будет ли это еще какая-то организация. И вот на эту World Central Kitchen израильская администрация возлагала очень большие надежды. Они хотели отказаться от Унрова и передать им. То есть, не было никакой злонамеренности, не было никакого намерения навредить именно этой организации. Тем трагичнее как бы это происшествие. Давай расскажем точно, я расскажу точно, что там было по теперь, по лучшим, лучшие данные, которые у нас есть на этот момент. Но я только до этого хочу сказать, да, смотри, насколько я понимаю, WCK, вот эта организация World Central Kitchen, это крупнейшая частная организация такого рода. Потому что кроме УНРА, БАПОР, то есть, Агентства по делам беженцев, есть еще World Food Program, WFP, но это организация ООН. И как бы ООН была совершенно не в восторге от требований Израиля вдруг затеять какую-то перестановку, передать часть ресурсов от одной организации к другой, и они, вот. И поэтому, да, логично, что Израиль возлагал надежды на частную организацию, которая могла бы с этим как-то помочь. Но сейчас все эти надежды, конечно, просто рассыпались в прах. Теперь, что произошло? Есть довольно отрывочное сведение, но ситуация такая. Это организация, и эти конкретно люди, они организовывали разгрузку гуманитарной помощи с вот этого вот в спешке построенного причала центральные газы, в районе Террибаллах. Да. Они забрали какое-то количество продовольствия с этого пирса и поехали к складу. Значит, примерно напротив пирса, но немножко в глубине газа у этой организации есть склад. Было один грузовик и три сопровождающих машины. Два, по-моему, тендера, два грузовичка и одна легковушка. Все машины были помечены, то есть во всю крышу был логотип организации. Огромный, да. Если кто видел фото, это невозможно не заметить. Они же не дураки, они понимают, где они. Да. Теперь эти машины сопровождения довели этот грузовик или несколько грузовиков до склада, их там оставили, то есть эта часть как бы и они собирались возвращаться в свои какие-то в свое место, где они ночуют, в Южной Газе. И вот это конвой из трех машин с семью людьми в них выехал на прибрежное шоссе, которое считается вообще безопасной трассой для перемещения гуманитарных грузов. И там как бы без предупреждения по ним было выпущено видимо три ракеты, видимо из беспилотника и все три машины и все находящиеся в них были уничтожены. Причем как это произошло, это произошло не сразу, не в один момент. Очевидно, что сначала очевидно, что произошло как бы три запуска по каждой из машин. Эти машины, то есть места, где они где они значит где в них пока попали ракеты отстоят друг от друга на милю, на полтора километра. То есть эта охота продолжалась какое-то время. Сначала погибла одна машина, потом вторая, потом третья. Они пересели в другую машину, потащили туда раненую, атаковали вторую машину и потом точно так же. Да, то есть это какой-то совершеннейший совершеннейший кошмар, которому именно так сейчас относятся во всем мире и почему это произошло лучшее сведение, которое у нас есть сейчас это так. Во-первых, источники в армии говорят, было замечен на грузовике якобы так или не так до того, как этот грузовик въехал в склад, заехал на склад, то ли в кабине, то ли на грузовике был замечен вооруженный человек. Все. С точки зрения тех команд, тех военных чинов, которые отдавали этот приказ, мы до сих пор не знаем, кто его отдал на самом деле. На каком уровне, да. Да, на каком уровне это было достаточно. То есть, видимо, зная, что это грузовик, который везет. Причем, да, очень важная деталь, Израиль действительно согласовывает передвижение машин этой организации с самой организацией. То есть, Израиль знал, что это ее машины. И при том, там был вроде бы замечен один вооруженный человек, которого было решено уничтожить вместе с грузовиком с гуманитарной помощью. Но на этом все не закончилось, потому что грузовик вместе с этим человеком остался на складе. Оттуда выехали со склада в направлении Южной Газы выехали машины, в которых никаких боевиков не было. А были вот эти семь волонтеров, то есть, через какое-то время, пока этот приказ, пока этот приказ каким-то образом ходил по инстанциям, даже вот эта вот цель, которая тоже вряд ли являлась легитимной, ее уже там не было. То есть, я, кстати, не понимаю, вот эти вот еду, что-то должен охранять, по идее, да, какие-то вооруженные люди. Это тоже, то есть, совершенно непонятно. Они говорят, там был какой-то хамасовец. Как они узнали, что это хамасовец? То есть, на самом деле, если этот же дрон, да, может разглядеть, я не знаю, лицо человека, положим, да, как иначе они поняли, что это какой-то хамасовец, которого они разыскивают, то они же точно могут разглядеть логотипы на крышах? Это же намного легче. То есть, все это какое-то, это совершенно абсурдно. И вот, еще, значит, армия говорит, что нет, это была какая-то самодеятельность. Естественно, тут же армия, все сказали, что это трагедия, Биби сказал, что это трагедия, но правда добавил, как он это любит, что мы в войне, как на войне. Лучше бы он не говорил. 40 секунд, я посвящу этому времени, чуть-чуть, значит, 40 секунд он говорил, в основном он говорил о том, что вот он выписался из больницы, хорошо себя чувствует, очень бодрый радостный. Потом тут же, знаете, 40 секунд он перешел, да, произошел трагический случай, погибли невинные люди, не уточняя кто где, не перенося соболезнований, ничего. И да, эта война, так бывает. Вся его реакция. То есть, армия, конечно, пресс-служба ЦАЛь отреагировала намного более подробно и принесла извинения и соболезнования. И, по-моему, в эти страны, откуда эти погибшие добровольцы туда направлены делегации от армии, по-моему, даже до не от правительства. По-моему, от армии. Да, пообещала расследование, естественно, но и вот тут уже все запутывается, потому что этот случай ужасный, он абсурдный, как бы, но не совсем. То есть, это не какая-то, видим, дикая случайность. Это следствие, очевидно, тех странных очень правил открытия огня, которые Израиль для себя установил в Газе. И вот об этом, мне кажется, Де-факто, я бы сказал. Установил де-факто. И мы, и мы только что, буквально, вот наши любимые газеты Артс получили, в общем-то, подтверждение одного факта, который многое ставит на свои места. Значит, только что была опубликована, пару дней назад появилась статья, основанная на разговорах с источниками в армии, с солдатами, которые уже вышли оттуда, в которой говорится, что армия устанавливает вокруг места средоточения войск мертвые зоны, по-английски kill zones, то есть, это довольно как бы смутно определенные зоны вокруг, опять же, расположения войск, куда никто... И они не обозначены территориально, это не то, что там ленточка, да, не заходить там опасно. Вот именно, там нет ленточки, теперь есть, вроде бы, есть какие-то методы оповещения людей, но они не всегда работают, то есть, иногда, что-то передают, иногда сейчас, кстати, вот эти вот дроны-убийцы, о которых мы тоже сейчас расскажем, они же еще и с динамиками оснащены, они летают, и они передают какие-то сообщения, есть сообщения по сотовой связи, но, скорее всего, все это работает очень-очень неидеально, то есть, видимо, очень большое количество гражданского населения не знает, где вот в данный момент проходит граница какой-то из вот этих kill zones, из вот этих вот мертвых зон. Тем более, извини, ты сказал расположение армии, это не надо понимать так, что это штаб бригады, да, это может быть отряд из трех человек, например, абсолютно, будет здесь, завтра там, это не то, что там огромное какое-то здание, которое издалека видно, да, нет, конечно, даже это небольшой, любой небольшой отряд, любой небольшой отряд, который останавливается, скажем, на ночь или на день, в каком-то здании или в каком-то, на каком-то пустыре, все, они считаются это место расположения армии, и они обязаны вокруг выделить какую-то вот kill zone и убивать фактически всех, кто туда попадает. Они то, что обязаны убивать, они могут убивать, скажем. Они могут, да, и более вторая странная вещь, что похоже, очень большая доля независимости в этих решениях, дана командирам на местности. И более того, каждый, то есть, им примерно говорят, вы лучше знаете, как защитить войска, вы и думайте, как хотите, рисуйте эти зоны, что хотите, делайте. И это создает, как бы, похоже, совершенно невыносимую ситуацию, но, по крайней мере, по крайней мере, это объясняет очень многие случаи, совершенно кошмарные, о которых мы слышим чуть ли не с самого начала войны. О гибели людей с белыми флагами, о гибели трех заложников, которые, которые случайно оказались, случайно оказались вот в этой вот мертвой зоне и были убиты, как бы, причем их долго убивали, какое-то время убивали. даже, на мой взгляд, вот этот случай, когда больше ста человек погибло в попытке... При раздаче еды. Да, при раздаче еды, потому что тогда стрельба началась с того, что какие-то, по официальным сообщениям армии, с того, что какие-то люди приблизились к позициям израильской армии. Причем, это была позиция, не солдат, которые охраняли эту раздачу, гуманитарной помощи, это просто были, как бы, было вот такое небольшое подразделение, там был, по-моему, один танк, два танка, еще какое-то количество солдат, которые просто где-то, так сказать, квартировали. То есть, занимали какой-то участок территории и вокруг себя, видимо, нарисовали вот эту зону и когда толпа набросилась на грузовики, видимо, какое-то количество людей в эту зону попало. По крайней мере, вот у меня теперь такая версия, которая что-то объясняет. Вот, но мы это к тому... Кубовиц пишет, я прошу прощения, Кубовиц пишет, это очень зависит. И я, кстати, во схожие вещи читала у другого, точнее, не у другого аналитика, просто у аналитика Ягиля Леви, который говорит о том, что эта война ведется, часто ходят отряды без офицера, да, скажем, трое солдат-срочников во главе с сержантом, люди крайне неопытные, и вот там происходит больше всего таких случаев. И Кубовиц тоже, автор этой статьи, о которой мы говорим, он тоже так описывает, очень зависит от того, это солдаты-срочники или резервисты, да, взрослые люди, которые уже с более взвешенным мнением, есть ли там офицер на месте, который может дать распоряжение, да, или солдаты принимают решение на свое усмотрение, очень-очень от этого зависит. Но чем моложе и чем ниже в звании, тем выше риски, то, что он будет просто палить на все, что движется. Скажем, он описывает случай, да, со словом одного офицера, когда он только собирался, он увидел, что там ходит какой-то человек, подозрительный, да, на границе этой зоны, он уже собирался стрелять, вдруг он увидел, что этот человек, ну, продвигается к какому-то импровизированному базарчику. А от существования, которого они не знали? То есть он, видимо, появился там какое-то время назад, и армия не знала. Да, он говорит, был бы на моем месте другой командир, он бы мог отдать приказ стрелять. То есть все зависит, как бы, очень много от того, на кого попадешь. Да, и, кстати, одна деталь, которая, ты, кстати, на нее обратила внимания, и она важная, что после вот этого, вот серии этих скандалов, и прежде всего, после вчерашней трагедии с волонтерами, армия вдруг сказала, и вот, кстати, вот в ответ на эту статью про мертвые зоны, да, армия сказала, у нас нет никаких мертвых зон, сказала она. в смысле, пресс-служба, пресс-служба, пресс-секретарь, да, официально. А люди, которые оттуда вышли, да, и источники в армии говорят, нет, конечно, есть. Вот. И создается такое впечатление, что, с одной стороны, армии дали на местах, дали почти полный карт-бланш, да, защищать солдат, так, как им кажется нужным. Любой ценой, да. Любой ценой. Но это породило, это открыло такой ящик Пандоры, да, что сейчас армия вынуждена отказываться, и фактически бросать этих людей на произвол судьбы, со всеми будущими там ГААГами, международными судами, ордерами на арест и так далее, все, что их ждет. Да, потому что это противоречит правилам открытия огня, принятым официально, да, правилам открытия огня можно следить только в вооруженного человека, в случае угрозы и так далее, ты не должен следять по передней параде. Предупредительные выстрелы и все вот это. Да, да, то есть это явное нарушение, причем его сбросили, так сказать, на командиров на местах, на младших офицеров, да, и на самих солдат, да, они абсолютно таким образом не защищены перед законом, то есть внезапно выяснилось, что солдаты, убившие троих наших несчастных заложников, они действовали по инструкции, но теперь их будут судить, потому что, потому что это против правил, это по инструкции, но против правил. А, кстати говоря, да, одно из, одно из важных свидетельств существования вот этих мертвых зон, это, это результаты предварительного расследования гибели вот этих трех заложников, где один из командиров говорит, да, это так и произошло, они оказались в мертвой зоне, а пресс-секретаря Цехала говорит, у нас нет никаких мертвых зон. Важно, что скажет прокуратура. Ну, да. Вот, это ужасно, потому что, я не знаю, слышал ты или нет, опубликовали их последние записи, да, когда они, там же их нашла собака, да, собака там бегала, собака-разведчик, с микрофоном, да, записывающим. И, там, мы здесь, помогите. Я знаю это все, конечно, это, это все просто тоже совершенно невыносимо, конечно. И, и опять же, знаешь, сантимент вокруг этого был, ну, вот, вот, как ужасно, что от этого погибло трое наших, да, никого. Да, или не задумывается, что если погибло трое наших, или семеро волонтеров, это говорит, на самом деле, о масштабе, да, о масштабе. И что, смотри, все эти месяцы, да, вот что происходит, да, мы слышим сообщения, из газа приходят сообщения, причем я подчеркиваю, и это очень-очень важный момент, что Израиль до сих пор не допускает журналистов в газу. То есть, казалось бы, если Израилю нечего скрывать, если там нет никакого голода, если мы так прекрасно себя ведем, пустите журналистов. Вот. Черт, я так начал. об этом, да, дыхание так взял. Эмоционально, понимаешь, да, и вот, что я немножко забыл, вот к чему я, к чему я это хотел сказать. К тому, что вы самая моральная армия? Да, да, нет, к тому, что в отсутствие журналистов, да, к нам попадают ужасные совершенно рассказы со слов волонтеров, представителей организаций каких-то, которым мы, естественно, не верим, потому что они все антисемиты, понятно, жители, самих жителей газа, которым мы уж точно вообще не верим, пусть даже там миллион человек что-то скажет, и в результате получают, и вот все вот эти истории про людей, которые несли белые флаги и были расстреляны, про людей, которые просто шли по дороге и были расстреляны, и это уже есть несколько таких видео, да, и знаешь, когда я об этом говорил и писал, во-первых, я старался этого не делать, потому что это страшно, но ты чувствуешь себя предателем, да, потому что с одной стороны ты понимаешь, что этого не может быть, но с другой стороны вот оно, это есть, и вот поэтому, ты знаешь, для меня вот эта вот теория вот этих вот мертвых зон, она очень многое объясняет, она очень многим данным, которые у нас есть, как-то соответствует, потому что другого объяснения никакого не нет. Такие мертвые зоны создавал Доран Альмок, который тогда был командующим Южного округа во время второго антифады, правда тогда люди там, все-таки это было не так, все-таки, по-видимому, эти зоны, я не очень понимаю, как они были устроены, но сейчас-то они посреди города, то есть люди, оставшиеся в северной части, да, и мы знаем, что голод, он именно в северной части, потому что туда крайне трудно провести продовольствие, а если даже его провозят, его очень трудно раздать, да, опять же, потому что нет контроля, да, это люди, которые вылазят добыть пищу, это люди, которые могут идти в больницу, более того, опять же, того же Кубовица, даже когда базу, не то, что базу, место, где базировались солдаты, да, они меняют свою локацию, они уходят, местные жители приходят туда поискать еды, да, вот все эти люди, они... То есть у солдат, у солдат еда есть, а как же, у солдат снабжение налажено. Вот, они становятся мишеньями, сколько я понимаю, все-таки во время второй антифады, такого не было, там они, скажем, зачистить дома, даже снести дома, но это не носило такой масштаб, что это почти вся страна. Вот, далее, полоса, собственно, извини, возле забора, да, внутри газа, прислабо, это же такая же зона безопасности, такая же зона. То есть там можно было стрелять, не всегда, не всегда так делали, да, но вообще говоря, по правилу, можно было стрелять в любого, кто там окажется, точно так же, как в любого, кто выйдет из прибрежной зоны, определенной, каждый раз она меняется, да, зона рыболовства, да, там бывает 7 миль, 12 миль, значит, лодка, которая пересекает эту зону, ее можно уже расстрелять, да, вот, так что это не редкость, да, и понятно, почему, люди хотят себя обезопасить, солдаты боятся, они боятся нападения, они хотят себя обезопасить, но цена у этого ужасная, и при том, что солдатам с самого начала говорили, убейте их всех, там нет непричастных, там нет никаких гражданских, это солдаты, 18 лет, они шокированы во многом событии 7 октября, да, они горят местью, да, это в принципе естественное желание, они говорят, почему мы должны кого-то жалеть, да, и вот эта вот страшная смесь, как бы чувство небезопасности, чувство гнева, чувство желания мести, да, и молодой возраст, и стресс, это все оборачивается с этим огромным количеством гражданских жертв, которые даже, кстати, из статьи того же Кубрица не подсчитывают, как гражданские жертвы, да, это потрясающая вещь, да, поясни, ну, как бы, как считают тела, да, опять же, со слов командиров, но вот кто оказался убитым в этой мертвой зоне, вот тот и террорист, да, да, то есть, я, кстати, всегда спрашивала, как царь, определяют, говорят, иногда погибло столько-то хамасовцев, я всегда спрашиваю, а как вы их считали, например, человек погиб, там, завал, да, здание снесли, там десятки человек, как вы считаете, кто из них хамасовец, и стрелки погиб тот хамасовец, кстати, они, скорее всего, не попадают в эту самую базу, базу данных Минздрава, потому что эти тела Израиль часто забирает для опознания. Да, кстати, да, действительно, это так. Вот, об этом, кстати, пишет статья недавно нашумевшая в Вашингтон-Институте, почему данные Минздрава ГАЗа могут быть неточны, и у нас ее тут же начали перепечатывать под заголовком, они фальсифицируют данные, на самом деле, они говорят совершенно другое, они говорят, в смысле, они это в Вашингтон-Институте, что если, например, Минздрав потерял связь с какими-то районами, то что значит потерял связь? Они были захвачены, да, и там, скажем, обрушившиеся здания или стрельба, Минздрав просто не знает об этом, но у него нет точных данных, поэтому, скорее всего, настоящее количество жертв больше, а не меньше, да, я уж не говорю, что те, кого не вытащили из-под завалов, они считаются пропавшими безвестями. Далее, да, и кроме того, они тоже, скорее всего, не попадают в эту базу данных, поэтому там над ней говорят, что там очень мало мужчин, да, потому что очень многие мужчины-бывики, они просто в эту базу данных не попадают. Вот, вот в этом случае она не точна, она не точна не потому, что они фальсифицируют, не потому, что они завышают число гражданских жертв, а потому, что у них реально нет доступа, поэтому число жертв может быть меньше, и число военных может быть меньше. Да, вообще без того, что это важный момент, без того, чтобы разбирать полностью все 2-3 статьи, которые появились по этому поводу, видеоролики по поводу того, что не верьте данным Хамаса о жертвах. Я просто скажу, что ни одна из этих статей не предоставляет доказательства, реальные веские доказательства фальсификации. То есть, там люди находят какие-то несоответствия, но которые можно интерпретировать совершенно по-разному. Я вообще не очень понимаю, зачем сейчас об этом говорить, кроме того, чтобы себя успокаивать. То есть, давайте мы вообще не будем думать о том, сколько людей там погибло. Никто же не думает, что там не погибло нисколько. Просто как бы речь идет о каких-то небольших достаточно расхождениях, и просто вот эти вот все люди хватаются за эти статьи, просто чтобы не думать об этих цифрах. Они, может быть, даже понимают, что в какой-то момент он все-таки придет с этим цифром поверить. Я уже говорила, что в прошлых войнах и в Цукретан, и во время Летого Свинца треть погибших составляли дети. И это никто не оспаривает. Это говорит о чем? О характере ведения боевых действий. Треть погибших детей – это значит очень большая доля гражданских, прежде всего. Очень многие техники, правила, по которым ведется нынешняя война, были действительно опробованы в намного меньших масштабах в паре предыдущих войн. Просто это как-то не выходило на первые полосы. И, скорее всего, сейчас ситуация еще намного хуже. И у меня есть вот такая теория, что Израиль действительно… Если ты помнишь, что до начала наземного вторжения, кажется, что это было уже сто лет назад, до начала военного вторжения все, в том числе и многие военные, предупреждали, это будет катастрофа, это будут гигантские потери. Израильская армия, израильское правительство не могли себе позволить такие потери. Израильское общество бы не приняло таких потерь. И поэтому, по моей теории, на мой взгляд, что произошло, было принято решение всеми силами, любыми методами количество этих потерь уменьшить. И это сработало. Это действительно сработало. То есть, надо сказать, что вот все эти прогнозы апокалиптически не оправдались. И проблема только в том, что апокалипсис наступил. И в гораздо больших масштабах. Но не для израильской армии, а для жителей Газы. И мы это можем как бы… То есть, израильтяне, многие, наверное, это будут рассматривать как большую победу, чтобы мы сохранили жизни наших солдат. Потому что мы каждый, да, у нас армия-то призывная, да, и вообще народная, да. Потому что наши дети, братья, мужья, жены, да. И как бы мы действительно, мы не хотим, чтобы они гибли. Это как бы это нормальное человеческое желание. Мы не хотим, чтобы они гибли. Командиры не хотят, чтобы не гибли солдаты. Но это… Гибель каждого солдата для командира – это трагедия. Это и личная трагедия, и профессиональная трагедия. А если он застрелит палестинского пацана, там, или старика, или кого-то, кто будет искать еду, то это как бы… Упс. Упс. Максимум. Его там не повысят очередной раз звание. Это максимум-максимум. То есть, будет судебная разбирация. Скорее всего, никто и разбираться не будет. И вот только в таких случаях, когда они попадают на наших заложников, или на волонтеров уважаемых, да, или что-то уж совсем скандальное, вот тогда может начаться расследование. То есть, как говорил Шарик, моя жизнь, она бесплатная. Ты знаешь, вот даже вот, опять же, в сегодняшнем, по-моему, выпуске подкаста «Арец», значит, уже говорили, что всё-таки эта война, она должна, по идее, оставить какой-то намного более серьёзный шрам на душе даже израильского народа, чем все предыдущие, потому что никогда не было такой интенсивности насилия и такой продолжительности насилия. Даже во вторую индифанцию. Мы же его не видим в основном. Мы же реально верим. Люди, люди, нет, имеется в виду, что люди, которые уже несколько месяцев там находятся, и они убивают, они убивают этих гражданских, они, как это не страшно? Я могу сказать, опять же, со слов ребят, которые туда заходили сразу первыми, они находили в шоке, они говорили там столько трубок. Это как бы ты просто из личных бесед. То есть, да. То есть, с одной стороны, мы, как бы, скажем так, за границей, мы сталкиваемся с этим. Принято считать, что израильтяне страшно безжалостные, кровожадные, да, и что армия – это буквально СС, как бы, по большому счёту, это же не так. Это живые люди, это молодые, опять же, ребята, это ветераны прошлых войн, да, и, конечно, они всё это видят. Они всё это делают, Аня. Они всё это делают, они видят последствия. Да, и потом получается «Валь с Баширом», и вот этот фильм «Танк», да, про Ливан. Но мне кажется, что это действительно всё намного хуже, чем Ливан, чем вторая антифада, чем всё, что Израиль видит, кроме, может быть, войны за независимость. Смотри, и вот только что ты мне прислал ссылку на статью в Guardian, очень серьёзное как бы расследование, где цитируется, ну, не расследование, скажем, но просто большая статья, где цитируется о том, сколько людей в Газе, сколько гражданских, очевидно, убили израильские снайперы. Там приводится свидетельство врачей, врачей как бы западных, которые как бы... Добровольцы. Добровольцы, они известные люди. Они практикуют в Нью-Йорке, они практикуют в Европе. И их невозможно заподозрить во лжи. Или в антисемитизме. Да, или в антисемитизме. И эти люди как бы рассказывают подробно про то, как к ним поступали... Да, они говорят, что большинство жертв, конечно, и большинство раненых и убитых, они убиты осколками, они убиты от обрушения, они погибли от обрушения зданий и так далее. Но есть достаточно много людей, самых разных возрастных групп, обоих полов, которые погибли вполне очевидно от снайперской пули. Это дети, в том числе 5 лет, 8 лет, женщины, старики. Характер ранений просто не позволяет предположить ничего остального. И есть множество свидетельств... Пуля в голову. Да, есть множество свидетельств. И в некоторых случаях удалось как бы распознать тип оружия. Есть множество свидетельств от гражданских, тех, которыми мы никогда не верим. Потому что кто же палестинцам верит? И обстоятельства, в которых вот такое происходит, вот как раз позволяют предположить, что вот эти вот мертвые зоны это еще лучший вариант. Лучший. Мы должны молиться на то, чтобы все эти люди погибли от того, что они вошли в какую-то там мертвую зону. Хотя это все равно военное преступление. Но, как ты сказала, слушай, в Агазе действуют небольшие группки, скажем, солдат, которые практически не контролируются, среди которых много фанатиков-поселенцев, например. Много людей, которые искренне считают, что там нет гражданских. Это те же самые люди, которые, например, стреляли по людям во время демонстрации возле забора в 2018 году, мне кажется, да, когда это было. Да. Вот. И публиковали ролики в сети о том, как они это делают. Ну, короче, это реально просто такая бездна, которая начинает открываться, раскрываться. и вот это то самое, это та самая оплата, это вот гигантская оплата за попытку любой ценой сохранить жизнь солдат. И я могу понять... Это чудовищно, конечно, потому что самое благое, что есть в Израиле, цена человеческой жизни, солидарность, то, что никто не воюет мясом, никто не заваливает мясом, то, что командиры действительно пекутся о своих солдатах. Да, вот самое прекрасное, что есть в нашей армии, оно оборачивается вот таким ужасом. Я тебе... Да, я считаю, что с точки зрения военных преступлений, преступления, это, видимо, худшее, что у нас было как минимум с войны за независимость. И я в ужасе от того, что это все начнет открываться, раскрываться. И, кстати говоря, вот у нас идет сейчас суд в Гааге. И одно из условий, которые суд поставил, это допустить независимые комиссии. Если Израиль... Раньше Израиль мог просто не допускать. В 2008 году, в 2014, все эти комиссии, они работали удаленно. Они работали со свидетельствами. Сейчас есть условия, условия, постановление суда, которое требует от Израиля полностью открыть, полностью открыть газу и позволить независимым экспертам расследовать. И вот когда эти расследования начнутся, то мало не покажется. И какое после этого решение примет международный суд справедливости, я, честно говоря, затрудняюсь сказать уже. И вот, понимаешь, и ведь действительно, скорее всего, по крайней мере, в большинстве случаев, то есть я не исключаю случаи предумышленного убийства, просто, ну, да, на уровне отдельных солдат. Вот. Но, но вот это вот полная приоритизация жизни солдат, я понимаю, что я говорю сейчас, наверное, крамольную мысль, да, для израильтян, потому что... Амдария, это звучит кощунственно практически, потому что... Конечно, мы будем приоритизировать, конечно, мы будем приоритизировать жизни наших солдат, но мы должны понять, что для всего остального мира это так не работает, нет вот этого соотношения ноль и бесконечность. Нет, и не потому, что весь мир антисемитов, мы можем до оккупения пытаться самим себе доказать, что вот все эти протесты, да, все эти требования это прекратить, все это от антисемитизма. Потому что люди не понимают, потому что люди не хотят, чтобы были в безопасности, потому что они хотят, так, чтобы остался Хамас и продолжал на нас напитать. Да, да, да. Абсолютно так. Ну, нет, на самом деле. Люди просто напуганы этим масштабом. Вообще говоря, простой человек с улицы, он не должен предлагать решение, да, он должен быть вот это вот, вот это очень плохо. Я не знаю, делайте как... Я хочу, чтобы этого не было. Точно так же, как и израильтяне, а они могут просто сказать... Мы не знаем, как вы будете этого избегать, но мы хотим, чтобы вот этого, этого, этого не было. Ну да. Мы должны предлагать сразу решение, да. Это вечная такая просто претензия, скажем, к участникам демонстрации каких-то массовых акций. А что вы предлагаете? А что бы вы делали? А я не знаю, что. А я не там. Я вот здесь, да. Я вот здесь на своем месте вижу, что это плохо. Не, ну тут даже конкретно, тут даже конкретно с точки зрения мирового права, с точки зрения практики всех армий действительно, как бы цивилизованных стран. Да, безусловно, безусловно, нужно допускать какую-то долю риска в отношении своих солдат, чтобы сохранить жизни гражданским. И более того, да, мы не будем очень сильно вдаваться в эту статью Михаила Сварда, который очень талантливый адвокат, очень левый, который защищает палестинцев. Он правозащитник, адвокат, да, мы его любим. Вот. Он написал очень интересную статью, такую концептуальную, такую как бы вот, которую мы не будем сейчас полностью раскрывать, но там говорится в принципе... Я думаю, что вы уже немножко тут... Да, ну хорошо, но просто действительно, там говорится в принципе о гигантском несоответствии израильского мифа и израильского этоса. То есть миф это то, как мы... Это еще интересно, на иврите митос, патос и этус. Митос, патос и этус. Но это на самом деле на греческом, да, ну вот. Да, что вот миф это то, как мы описываем свою историю и свою ситуацию, пафос как бы это эмоциональный фон, эмоциональный фон, который как бы этому соответствует над нашей эмоцией, да, и это, это условно говоря, то, как мы себя видим с этической точки зрения, с этической и моральной точки зрения. Вот. И он говорит, что да, уже давно существует совершенно гигантское расхождение между, во-первых, нарративом, где все пытаются нас уничтожить, а мы вот одни, значит, там отбиваемся, между пафосом, который предполагает беспощадность, беспощадность к врагам и пренебрежение к их жизням, и между этусом, который продолжает, продолжает говорить нам, что мы на самом деле очень развитые, продвинутые, высокоморальные общества, и наша армия самая моральная армия в мире. Это реально то, что Биби заявлял в октябре. И, да, и вот, и вот, понимаешь, да, тебе могут сказать, израильтяне могут сказать, вы кощунствуете, вы предатели, вы желаете смерти нашим солдатам, а мы правы. Это наши солдаты, опять же, это наши соседи, это наши дети, это вот, это не абстрактные солдаты. Как вы можете вообще, я говорю, хорошо, знаете, пусть, пусть будет так, пусть будет так, пусть вот, вот, вы считаете, что приоритизация жизни солдат должна быть полной, потому что это наши солдаты. Хорошо. Как все это увязывается с вашим представлением о том, что мы гуманная армия и гуманное общество? Где здесь гуманизм? Я скажу как. Потому что мы никого не убиваем нарочно. Знаешь, как говорят, что израильтяне нарочно, царль нарочно старается убить побольше гражданцев? Нет. Царль не старается. Кстати, многие, как бы, из таких очень израильских людей, они именно так и считают. Они считают, что Израиль осознанно устраивает геноцид, нарочно убивает как можно больше гражданских, чтобы просто стало меньше, да, или чтобы они бежали за границу. И, кстати, вот эта операция в Рафиаке, они тоже рассматривались именно в этом ключе, что Израиль же постоянно требовал, чтобы Египет принял к себе людей из Рафиака. Сейчас об этом уже перестали говорить. А они все время говорили, что Израиль просто старается избавиться от палестинцев. И в этом есть некое зерно, потому что не Израиль, но некая его часть, которая представлена в коалиции, а не до этого. И они говорят иногда об этом вполне открыто, да, крыло Бенгвира, смотришь, а не до хотят избавиться от всех палестинцев тем или иным способом и построить там новые поселения. И мы знаем, что была конференция, на которой участвовали, между прочим, четверть представителей коалиции о том, как надо застраивать. Все понимают, что застраивать, значит, выгнать. То есть не то, чтобы мы не даем оснований так думать, потому что мы такой мистер Джекил и доктор Джекил и мистер Хайд. Вот наш мистер Хайд, он вот там, он так и до этого всего хочет, и мы стараемся его не выпустить. Но по большому счету, да, армия не убивает нарушенных гражданских. Она не отправится убить как можно больше, гражданских, но она и не старается не убивать побольше гражданских. Да, ты знаешь, у меня, кстати, вот такой, как будто тест мне вдруг пришло в голову. Ты знаешь, все-таки масс-культура, она же все-таки отражение общества, да? Давай вспомним все вот военные фильмы, да, где как-то... Это этос как раз. Это, смотри, вот это как раз этос. Да, ну да, но это этос, который... Это как мы хотим себя видеть. Понятен и знаком. Ну, хорошо, но как бы тогда это очень странно, как бы вы говорите, вот у вас в мире, во всем мире, да, и в Израиле в частности существует этос вот этих вот доблестных, самоотверженных, смелых людей, солдат, да, которые, да, рискуют своими жизнями, да, чтобы не подвергать опасности гражданское население. Вот это же пример, вот это же пример военной морали. Ну, потому что этос, а то реальный, знаете. Ну, так хорошо, тогда отбросите этос, тогда вы должны отбросить этос. Оно не получается вместе, оно вместе не работает. Либо вы верите в то, что у нас какая-то, пусть даже не самая моральная армия, но относительно моральная армия, и что мы относительно здоровое общество, либо вы говорите нет, потому что на самом деле, простите, знаете, вот я старик, скажу как есть. Старик честный, старик прямой. Я старик, да, вот я пытался вспомнить цитату, ты у нас специалист по цитатам, но на самом деле я должен сказать одну вещь, да. Когда абсолютно приоритизируется жизнь своих, и ни во что, ни в грош не ставится жизнь чужих, это фашизм. Это абсолютно, текстбук, это фактически чуть ли не определение фашизма. Мне кажется, что фашизм все-таки сильная власть, нет? Это отсутствие демократии. Это один, на мой взгляд, это один из главных элементов его. То есть, это не только сильная власть, это еще и действительно как бы абсолютная полная приоритизация наших, да, над ними. Наши, мы вот это вот общество, мы вот одна семья, мы будем защищать себя, 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 все только о себе и это считается и это считается моральным. То есть, вот эта вот мораль выживания сильнейшего. Он очень интересно об этом пишет, он называет этого Ширина, но он называет Егель Левин, аналитик, как бы, войны с социальной точки зрения, да, он говорит другое, он говорит, это идеология племени, да, это идеология гетто, это идеология банды, да, вот есть наш, есть чужие, это не идеология государства, это никогда не может быть политикой государства, то есть, в этом смысле, мы как бы не до государства, да, мы племя. А фашизм, это идеология банды, а не возведенная, просто как бы вот доведенная до уровня государства, принятое государство. Ну, я, как бы, я это, по крайней мере, так вижу. Окей. То есть, в его случае, как бы, то есть, у государства должно быть правило открытия огня, и все это мораль, да, и этика, и это никакое не потому, что мы самая моральная в мире армия, на самом деле, наши правила открытия огня, насколько я поняла, они списаны с западных стандартов, на самом деле, да, вот. И для этого не нужно быть самой моральной в мире армией, достаточно просто быть армией, которая соблюдает правила ведения войны. Вот. А если мы не армия, если мы племя, охваченное жаждой мести, да, или даже жажда уничтожения некоторое, да, то мы не государство, то мы, это не армия, это не государство, это банда, это племя. Вот такие грустные выводы. Государство должно брать на себя какую-то ответственность, да, государство должно понимать, что оно не всегда может делать все, что ему хочется. Да, смотри, давай будем подводить какие-то итоги, я бы хотел сказать, что, смотри, это еще один, мы начинали с того, да, мы попробуем это закруглить, мы начинали с того, что ни один из вариантов, как бы, не хорош, да, что нет хороших вариантов, что все кажется, любой вариант кажется, ну, каким-то невыполнимым, каким-то, и вот, то, что происходит в Газе, это попытка очень временное решение, очень временное решение растянуть на гигантский период времени, то есть, ты можешь, это, кстати, тоже кто-то из военных аналитиков сказал, вам Кубович тоже вот, что вот даже вот эти вот ужасные там правила, даже вот эти kill zones, вот эти мертвые зоны, хорошо, это возможно на какой-то короткий срок, когда пока ты там, армия вот находится в активной стадии боевых действий, но это совершенно невозможно на долгий срок, потому что в долгий срок, армия пришла, увидела, победила, установила оккупационную власть, то, что дальше, мы не готовы установить оккупационную власть, и более того, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что вот опять же израильский нарратив уже, митос, да, говорит миф, говорит, что естественно все против нас, что к Израилю предъявляют какие-то гигантские завышенные требования, ужасные, я смотрю на это, и я думаю, боже мой, никто еще не сказал, на самом деле, с международной арены, никто еще не сказал простейшую вещь, Израиль, оккупирующая страна, Израиль обязан, как только он захватил какую-то территорию, он становится хозяином на этой территории и ответственным. И это опять же не только власть, но и ответственность. Конечно, конечно, то есть все, больше тебя теоретически, понимаешь, теоретически там могло не быть никаких, гуманитарных организаций, правильно? Теоретически... мы сами должны, по идее, мы сами должны все это обеспечить. А что если бы не было этой World Food Program, что если бы не было УНРА, что если бы не было всех этих организаций, которые тратят сотни миллионов сейчас на то, чтобы кормить вот этих людей, которые теоретически находятся уже под нашей ответственностью. И тем не менее, все, что от Израиля требуют, это хотя бы допустить помощь. Не препятствовать. Хотя бы не препятствовать. От Израиля не требуют пока что, пока что принять на себя обязанности оккупирующей стороны. Что, как мы прекрасно знаем, это не что-то новое для нас, да, я вернусь к 67-му году, когда Израиль, в общем-то, практически бескровно захватил территории и сказал, да, мы будем им пользоваться. И от доброты душевной фактически создал как бы гражданскую администрацию и вообще принял на себя все эти обязанности. То есть смотри, мы дожили до того, что оккупация это как бы что-то хорошее. В общем-то, это намного лучше, потому что то, что происходит сейчас, это что-то вообще непонятное. Эта армия вошла, разбомбила все к чертям собачьим, расстреляла все к чертям собачьим, перегнала полтора миллиона народу из одной стороны в другую. Все живут в палаточных городках. Голод, насколько там голод, мы можем об этом говорить, скорее всего, на севере в Газове, он очень серьезный, на юге Газа уже вроде бы полегчало, но это, опять же, это скорее не заслуга Израиля. Заслуга Израиля стоит только в том, что он пропускает аттракцион невиданной щедрости, знаешь, пропускает помощь, которую присылает кто-то другой. Почти всегда. Нет, Израиль иногда поставляет все-таки какую-то свою помощь. Вот. Но власть, и это создался абсолютно полный вакуум власти, и который держится уже несколько месяцев, и который Израиль еще старательно поддерживает, потому что Израиль еще отстреливает вообще всех, кто пытается, даже вот есть управление внутренней безопасности Хамаса, фактически полиция Хамаса. Да, это Хамас, но они занимались всегда просто организацией жизни ежедневной в секторе. Их тоже убивают, не предоставляя никаких альтернатив, ничего взамен. Смотри, они договаривались с какими-то фатховскими силами безопасности, да, был такой момент, чтобы они вошли. Но не очень понятно, их надо охранять тогда, или надо дать им оружие, или их надо охранять, да? О чём и речь, о чём и речь. Вроде бы там Хабас сейчас, по-моему, убил даже нескольких, он сказал, агентов Фатха, вот, потому что Хамас всё ещё даже в захваченных Израилем, на захваченных Израилем территориях, Хамас самая сильная как бы власть, исключительно, потому что кроме армии, но армия не берёт власть. Армия это сейчас, пардон, сумасшедшие с ружьё, а не какая-то вменяемая гражданская власть. И поэтому, да, там есть люди, которые сидят по своим нормам, им нужно куда-то выходить, им нужно куда-то идти, а не бояться. Есть болезни, возможно, эпидемии. Самая настоящая гуманитарная катастрофа, которая продолжается уже который месяц, и конца краю этому не видно, и совершенно непонятно, что с этим будет в ближайшей перспективе. Вот, собственно, я даже не знаю, по-моему, на этой ноте стоит заканчивать. Да, хороший у нас итог, да, получился. Ну, а что поделать? Да, я так понимаю, что так или иначе люди будут добиваться, чтобы Байден, что другие нам как бы что-то не делали с газа. Я так понимаю, что это следующий этап, тем более, что у нас, как я говорила, идёт некая демобилизация, то есть уже давно, и мобилизация, наоборот, на севере. То есть мы явно собираемся как бы уходить, и мы явно, и как мы будем это делать? Ну, это уже очень поздно, это может быть, понимаешь, если бы полгода назад, пять месяцев назад, стали какую-то программу разрабатывать, потому что тут нет волшебных решений, нет какого-то решения, которое ты можешь принять, и оно тут же всё стало потвоенным. Ну, об этом же говорили с самого начала, да, про день после. Но я хочу сказать, что именно вот таким давлением, угрозы Еврофехи, то, что они пропускают еду, то, что... А это оказывается какое-то давление не на Хамас, а на Запад. Конечно. В чём это выразится? Да, ну, понимаешь, но Израиль постоянно стреляет, фактически стреляя в палестинцев, Израиль стреляет себе в ногу. Да, потому что, вот, например, после вчерашней трагедии, я думаю, что даже если была-была какая-то договорённость о том, что арабские силы будут охранять распределение гуманитарной помощи, я думаю, что этой договорённости уже нет. Я подозреваю. Или наоборот, это продавит эту договорённость, чтобы... Я нечестно, я очень удивлюсь, потому что... Чтобы армия могла оттуда выйти. Нет, армия не... Выйти, как только оттуда выйдет армия, там будет Хамас. И каким арабским странам... То есть, в любом случае, силы, которые будут туда посланы, они окажутся в ситуации с огромным риском конфликта, с огромным риском боевых столкновений. Либо с израильской армией, чего никому не хочется, либо с Хамасом, чего тоже, на самом деле, никому не хочется. И поэтому, мне кажется, что эта программа, на ней стоит поставить крест, но... Я не уверена, давай следите, я не уверена. Посмотрим. Как раз, чем больше Израиль делает такие вещи, тем больше на него будут давить, чтобы он это прекратил. Слушай, ну вот сама, собственно, World Central Kitchen, да? Они всё шли, как бы... Они ушли... Они же... Они развернули корабль. Они недоразгружены, недоразгружены, с тоннами еды, развернули, да. А это люди, которые... Они не делают вот таких драматических жестов. Они ушли не потому, чтобы топнуть ножкой. Чтобы наказать, да. Но смотри, каким-то образом убьёте там 20 моих солдат, а мне потом за это отвечать? То есть, даже шантаж, как бы, даже шантаж Израиля, я думаю, он имеет какие-то границы. Да, ну посмотрим. Последнее... Я всё надеюсь, что эта коалиция-то рухнет. Как-то всё наводится. У меня нет большой веры в оппозицию уже, честно говоря. Ну, давай посмотрим. Будем следить. Смотри, последнее я вспомнил, бывший президент Израиля Руби Ривлин, Рубен Ривлин. Очень уважаемый в израильском обществе человек. В каком-то смысле голос разума и совести. Только что вчера, по-моему, сказал, что Израиль находится в одном шаге от международной изоляции. Я это к чему? Знаешь, когда мы вот про всё это говорим... что Израиль потерял моральные ориентиры. Что ещё важнее. Потому что изоляция, это может быть, потому что они плохие. Я согласен. Да, то есть это, да, это на самом деле... Да, это было очень сильное заявление, но я это к чему? Кому-то может показаться, что мы как-то злорадствуем. Что я не знаю, что нам чем хуже, тем лучше. Да, особенно мне здесь. Ну да, ну как бы да. Особенно я, знаешь, я сижу в своём тёплом Сиэтле. Ну да. Ну правда, те, кто нас смотрит, знают, что у меня родители в Ишкелоне, и у меня друзья, естественно, близкие люди в Израиле. Но при этом, мы же на самом деле Кассандра. Мама твоей жены из ноги есть, которую вчера обстреляли. Но она у нас, к счастью. Но мы же на самом деле вот эти Кассандры. Мы эта безумолка, безумная девица. И вот мы были безумные, 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 а теперь вот Ривлин. Это... Я не знаю, тем, кто нас слушает и смотрит, я рекомендую задуматься, честно говоря. Потому что ситуация какая-то очень нехорошая. Ну, мы стараемся об этом не думать. Это правда, я не знаю, что они сами внутренними делами, законом о призыве, протестами против Антоньяо и так далее. Вот. Мы эту картину как будто... Я даже немножко стараемся. Если говорить обо мне, я стараюсь от себя отодвигать, я стараюсь об этом не думать, потому что я все равно ничего не могу изменить. Вот. Да, ну что, смотри, мы очень долго проговорили. мы уже тогда... Потому что все-таки два с лишним месяца у нас очень многое накопилось. Большое спасибо всем, кто смотрел. И, наверное, мы постараемся все-таки делать это почаще. Спасибо тебе, Аня. И все, на этом мы, наверное, закончим. Всего вам доброго.